Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, ваш дорогой браток, и мы с вами сегодня поиграем в модификацию для 60 секунд. Да, друзья, такая есть. По-моему, единственная в своем роде, я вообще не встречал никакие модификации, вот что самое интересное. А это еще и от русского разработчика, где мы будем сидеть в бункере СССР. Офигеть, да, тут у нас есть и радио, и топор, и... Ленин? Офигеть! Так, в общем, у нас кости есть, Дмитрий, Натаха, Оля, аптечка, консервы и, конечно, вода. Вот, тут печечка у нас, дрова есть. Офигеть! И у меня не особо приятная такая новость, потому что я играл в эту модификацию два года назад. И знаете что? Я вдруг... Вот сегодня меня осенило. Вот вчера мы с вами поиграли, да? Челлендж, так сказать. Но, блин, где эта модификация? Где она? И ее нет. Я зашел в паблик 60 сек там, и оказалось, автора забросил. Забросил эту модификацию, он не справился, он как-то у него... Ну, дела, наверное, какие-то были. И, в общем, самое интересное, что сурсы все он выбросил в сеть. То есть вы, вы спокойно можете сами даже сделать модификацию. Можете доработать, можете там что-то сделать, не знаю, ну, отбавить, например, члена семьи. Или добавить, или как-то там, не знаю, поуродовать, я не знаю. В общем, он все права, так сказать, ну, отдал, только единственное платное нельзя делать. Потому что, ну, разработчики 67, если что, там в суд-то, а-та-та, подадут. Ну, я вам покажу, покажу этот пост, группу эту покажу, где можно скачать вот эти материалы. Если что, игра, друзья, на Юнити. Но, блин, она капец действительно потрясает. Но вот, согласитесь, даже круче, чем простая 60 сек. Он также писал, что он, вроде как, если будет мастерская, если будет мастерская 60 секунд, ну, вы знаете, в стиме там есть мастерская у игр, то он там замутит очень много всяких модификаций. Но, к сожалению, увы и ах, вот нету, нету, и непонятно, какое будущее. Ну что ж, давайте начнем, посмотрим эту игрушку. Всем приятного просмотра, приятного аппетита, друзья. Не забывайте ставить лайкосики, это очень-очень важно. Особенно, блин, если вы хотите что-то увидеть, я сам готов, на самом деле, посмотреть. Может, что-нибудь придумаю, может, какую-нибудь там развязку событий сделаю. Это было бы круто, знаешь, это... Вот представь, я сейчас выполняю челленджи на 60 секунд. Что если, например, ты бы там быстренько набросал что-нибудь, да, придумал бы собственную... Тут же как по сценарию все идет, сделал бы сценарий, и мне бы скинул этот файлик. Было бы вообще круто, согласись. Там еще, кстати, вот эти отфотошопленные морды Дмитрия, Кости, все есть. Как они там вот в этих волкашке сидят. Ой, блин. Ладно, друзья, давайте, давайте начинать. Итак, день первый. Мы вам рассказывали, что происходит на протяжении трех минимум минут назад. Так вот, после сумасшедшей тряски все наконец-то стихло. На столе мы нашли всего три вещи. Открывашку консервов, дневник для записей и записочка от правительства. Наслаждайтесь. Вот так вот. Да, не очень-то приятельски давать нам для выживания столько. Однако, спасибо на этом. Кстати, догадались, в каком из дневников мы пишем? Дима в порядке, Наташа в порядке, Костя в порядке, Оля в порядке. Раздаем припасы. Можно, видишь, спокойно раздавать. Блин, это круто. Ну, а, вот, ну тут такого не было. Но, кстати, я говорю, 2015-го вроде как модификация. То есть вы и демоверсию можете эту скачать. Так вот, по-моему, даже в 60 секунд оригинальной такого не было. Что надо было на все вот эти вот нажимать и всем раздавалось. Костя, забавный малый, целый день расспрашивал нас о том, что произошло и почему мы должны находиться в этом сыром и неуютном убежище. Кажется, наш сынок еще недостаточно вошел в курс дела. Нас это немного смутило. Пожалуй, стоит ему рассказать или нет. Или да. Черт, кто бы мог подумать, что делать выборы так сложно. Что произошло? Ну, давай ему расскажем. Да, надо, мне кажется, сыну-то взрослеть, блин. Порой нас часто охватывает порыв. Просто наплевать на все. На войну, на бункер. И особенно этот ужасный запах, доносящийся из вентиляции. Нам просто хочется побежать куда-нибудь в неизвестном направлении. Куда-нибудь подальше. Звучит глупо. Это и дураку понятно. Но жить в четырех стенах, по-вашему, не глупее? День второй. Ух ты, блин, смотри, блин. Костя сходит с ума. У него слюна пошла, смотри. Ладно, ладно, не сын. Дмитрий немного покрывается уже тут у нас. Как ты видишь, странно. Мы же всего лишь поведали Косте грустную историю о том, что в городе случился огромный бабах. По вине этих проклятых синих. И теперь все его друзья либо сгорели заживо, либо превратились в ужасных мутантов. Ох, уже эта хрупкая детская психика. Костя сошел с ума. Дима голоден. Дима хочет пить. Наташа голодная хочет пить. Костя хочет пить. Оля хочет пить. А тут, правда, не отображает. Но я думаю, не сразу же вот им давать. Или прям сразу. Но по идее нам хватит. Давай один денечек не дадим им. Что посмотрим? Что будет? В этот день с нами приключилось много всего интересного. К примеру, сегодня свет погас ровно на минуту. А, нет, погодите, кто-то из пустоши, кажется, стучится нам в бункер. Мы не хотим показываться наимными, но, может быть, это те самые военные. Откроем, давай. Хорошие новости. После нескольких продолжительных попыток разжечь костер в нашей печке, нам, наконец-то, удалось избавиться от посторонних... Прошу прощения, друзья. Я только встал, поэтому читаю, как... Как не знаю кто. Самый неграмотный в мире. С двойкой по-русскому. Не, серьезно, только встал, друзья, поэтому... Ой, бабушка, помню, как говорила. Только глаза продрал. Уже, уже компьютер убежит. Блин, ну всегда так, всегда так. Ставь лайкос, если ты так же делаешь. Встаешь, просыпаешься, и еще глаза вот так вот. Вот чуть-чуть. Чуть-чуть челочки приоткрылись, а то уже... Ладно. Теперь все, что мы можем... Учуить своим ножом, это дым. Много дыма, мы уже начали буквально задыхаться в нем. О, боже! Однако, спустя время дым расселся. Ну ладно, ладно. Хорошо, главное, что все у них хорошо произошло. День третий, друзья. Давай посмотрим, что у нас... До сих пор у нас ходит с ума, да, Костя? А они не... Не подают вообще никаких признаков. Вот здесь. Ну ладно. Набравшись смелости, мы мужественно поприли двери, ну... И затем открыли. Как вы думаете, никого? Эх, напрасно мы вставали со своих комфортных кресел-расколадушек. Сидя на них, мы просто... Ну, ты просто теряешься во времени и пространстве, тупо уставившись в одну точку. Просто невероятный факт. Да, блин, есть такое. Есть, действительно. С дядей ходил в поход, то же самое. Дима голоден. Так, ага. Костя только хочет пить. Остальные, короче... Блин, нельзя так. То есть по одной, по одной можно давать, но тоже уже неплохо. Смотри-ка. Хотите бесплатный совет? Пытаясь заснуть сидя, всегда принимайте наидобнейшую позу для сна из всех возможных. Дело в том, что не зная этого, вы будете грухаться на пол со своего сиденья. Будя всех остальных. В любом случае, не повторяйте наших ошибок. Слышите? Да уж, такие моменты по-настоящему начинаешь ценить кровать. Такой мягкий, удобный предмет мебели. О-о-о, кровать, если ты нас слышишь, знаешь, что мы скучаем по тебе. Блин, я в машине спал, знаю. О, наш фонарик. Ни тебе игр, ни телевизор, одно только молчание. Нет, так не может продолжаться, сказали мы себе. Чем бы нам таким увлекательным заняться? Мы с жадностью начали поедать буквально глазами вещи. Погодите, фонарик, он у нас есть? Нету? Нету, блин. Так, ну мы сейчас накормили, напоили всех. День четвертый. Друзья, все в порядке, ну, кроме, конечно же, нашего Кости. Так, Дмитрий, нам тут все нормально. Есть фонарик? Нет фонарика? Да какая разница, у нас есть дела поважнее. Да-да, вы не ослышались, у нас есть много идей, чем бы заняться. Так, стой, там как будто перелистнулось, нет? Так, все, все, Костя голоден. Надо накормить, накормить пацана. Хорошо, что мы взяли с собой так много древесины. Что? Хотите спросить, зачем? Зачем она нужна? Причин много. Одна из них гласит, что дровишки там необходимы для отопления бункера. Также в нашем убежище есть печка, которая своим теплом спасает нас от того, чтобы не замерзнуть насмерть. Мы часто подкладываем в печку немного дров. Однако это наши личные дела, и мы не будем информировать вас об этом. Но когда придет время, вы сами все увидите. То есть, понимаешь, да, интерактивность? Ну, блин, это круто. Изо всех последних сил мы стараемся придумать, чем бы себя занять. Настольные игры точно? Ах да, мы же ни одно из них с собой не взяли. Надеемся, что в другой раз нам повезет больше. Понимая, что однажды нас спасут от заточения в этом проклятом убежище, мы наполняемся решимостью. Да. Конец. И... Давай посмотрим. Пять дней. Итак, спасибо вам огромное, что поиграли в демонстрационную версию нашей игры. Мы очень ценим. А как вы думаете, у игры есть шанс на продолжение? Я надеюсь, что есть. Я надеюсь, что есть. Что ж, в любом случае, спасибо, что поиграли по всем вопросам, группу или по почте. Слава попу. И... Вот смотри. Как вы знаете, в конце прохождения вам дается шанс посмотреть статистику. Но мы пойдем по-другому. Начало разработки 2015 года. Представляешь, 2015 года. Офигеть. Релиз трейлера на YouTube 5 марта. Финальное наложение штрихов 22 мая. Релиз на Гарри 25 марта. Весь меня, весь меня, братишка. Я тоже люблю немножечко опаздывать. Опаздывать. Знаю. Знаю такое. Как на стримы опаздывать люблю, друзья. Нашли ошибку в игре? Ну что ж, за недоразумение. Позвольте тогда нам разобраться в этой проблеме. Пожалуйста, свяжитесь с нами по почте. Указанный, может, пару страничек назад. И, разумеется, перед вами сейчас черновой вариант игры. Поэтому не судите нас строго. Еще много упорной, кропотливой работы нас ждет впереди. Ну, уже не нас, а может быть и вас. Вот, если вы захотите. Если что, друзья, я кину обязательно в описание ссылочки на эту группу и на посты, где вы можете скачать и сурсы. И вот как раз я сделал это. Мне, если честно, даже не верится. Уж слишком много ночей или даже лет было многою пустую просижена за графикой. А ключ был, блин, объясните, даже нелегко. Но, как говорится, если долго мучиться, то что-нибудь получится. Причем я так откровенен, повод есть. Я люблю эту игру и хочется поделиться ее атмосферой со всеми. Я прикрепил в фотошоп-файл. Когда время придет, быть может, смельчаки возьмутся за модификацию этой игры. Так что, друзья, вдруг, вдруг я вот кого-то вот прям вот... На дело, на дело это прям, что больше не будет делать мод. И другой еще, друзья, пост, вот, который более важный. Привет, я достаточно долго работал над игрой, но иногда с возрастом и приходящим опытом понимаешь, что некоторый труд может оказаться бесполезным, если не иметь достаточно количества знаний и опыта. Нет, проекты я не бросаю, это не в моих интересах. Мне просто жалко смотреть, как группа и стоит без дела. И поэтому в один прекрасный момент меня осенило. Я точно не буду продолжать доделывать старый мод из-за отсутствия перспективы плохой палитры, цветов. Но это не значит, что можно все так бросить и забыть. Ниже прикреплен весь мой труд. То есть, друзья, давайте посмотрим вот чуть внизу. Вот, вы можете скачать сурсы. Слава попов. Вот, и там как раз и будут для Юнити всякие шаблоны вот эти вот. Алихан эх пишет. Действительно эх, потому что я хотел увидеть эту модификацию, но вот, видите, вы можете тут все почитать, посмотреть. Не стоит расстраиваться, он пишет. Игра это очень трудоемкий процесс. Вот если вы готовы взяться вот за дело, знаешь, все в твоих руках. Вот, действительно, вдруг вам нечем заняться, и вы прям вот готовы делать и делать. Так вот, и что он пишет еще сейчас? Давайте посмотрим. Если вы молодой карьерист, и вы имеете минимальный опыт работы в ВВН, флэши, станьте редактором. Я больше не отвечаю за содержание, что тут будет опубликовано. То есть, вы можете даже написать ему, он может отдаст вам вот эту группу, и вы спокойно там. Так, что еще расстраиваться не стоит. Вот он пишет. Да, когда выйдут инструменты для модификации, я, конечно, ради интереса опробую их, но не обещаю, что получат что-то хорошее. И, по-моему, они до сих пор не вышли, потому что в Стиме-то вроде как должны они были, вот, от разрабов выйти. А что-то вот... Я только что сообщал о своих действиях разработчиков. Надеюсь, они войдут в положение. И там вот кое-что интересное сейчас, друзья. Кое-что интересное я просто... А, вот, нашел. Так вот. Вы можете использовать этот материал как угодно. Дорабатывайте, творите. Я, как автор, даю разрешение. Только помните, что зарабатывание денег посредством использования этих материалов грозит а-та-та от разработчиков. Вот. Как-то так, друзья. Ссылка, если что, будет все, друзья, в описании. Вы можете найти. Если вы готовы к этому, то воля. А мы давайте еще раз пройдем, потому что там несколько сценариев есть. День первый. И у нас здесь немножечко по-другому. Чуть-чуть. Вот, видишь, рандомизация, все дела. В общем, противогазик. Книга, сделай сам. О, как интересно. Мы успели захлопнуть люк бункера. За секунду до взрыва было близко. Что ж, теперь самое главное стиснуть зубы и ждать, пока нас не спасут. Они ведь сделают это быстро, верно? Все четверо в сборе. У нас такое редко случалось. Обычно мы были загружены делами по уши. Но теперь ни у кого из нас не будет отговорок. Да, я занят, поговорим позже. Сейчас уже все. Так, насчет припасов не будем. А вот, смотри-ка. Этот делник был прекрасен. Смотри-ка, неужели это Костя раздумывает о побеге? Нет, он держал в руках что-то странное. Очень странное. Это было похоже на уран. Если что-то ему подобное. Однако, Костя убеждает нас, что эта вещь безопасна. И беспокоиться не стоит. Оставить ли нам эту вещь? Гонить на руках у нашего мальца. Да вы че? Как мы поступим? Конечно же, конечно нет. А просто ее выкинуть. Ли же просто ее выкинуть. А, оставить ли нам эту вещь? Нет, конечно же не оставлять. Конечно, выкинуть. Офигеть. Порой нас часто охватывает порыв. Просто наплевать на все. На войну, на бункер. И особенно на этот ужасный запах. Доносящийся из вентиляции. Нам просто хочется побежать куда-нибудь. Так, давай дальше. Ну-ка посмотрим, что с нашим мальцом-то будет. День второй. Ага. Да? Нормально все. Я думал, он заболеет. Но, видимо, если бы мы с вами другой выбрали. Мы убедили Костю выкинуть этот... Короче говоря, мы просто выкинули и продолжили жить дальше. День за днем мы начинаем все больше ненавидеть счастливчиков, которые успели покинуть наш славный городок. Атомград. До начала бомбардировки у нас что-то самое обидное... А, что самое обидное? Было даже предчувствие, что пора сваливать отсюда. Впредь будем доверять нашим инстинктам самосохранения. Так, давай попробуем их вообще не кормить. Не кормить. Нашний день прошел, очевидно, скучно. Как бы выразиться поточнее, в настоящее время не происходит абсолютно ничего. Жутковато, правда? Интересно, кто-нибудь еще, кроме нас, выжил? Ну, кто-нибудь из людей глянуть по глазкам на этот боевой народец? Желательно на безопасном от них расстоянии, конечно. Хорошие новости. После нескольких продолжительных попыток рожать костер в нашей печке, наконец-то удалось избавиться от посторонних запахов в этом помещении. И теперь все, что мы можем учуять своим носом, это дым. Много дыма. В общем, понял. Так, это, по-моему, было у нас, да? День третий. День третий. Они, видишь, как бы не голодны. Но там, по идее, пять дней уможен человек и без воды, и без еды. Поэтому это как-то особо не влияет. Оля открыто намекает нам, что ей не очень-то нравится вдыхать свежий аромат тушенки по утрам. Да блин, тушенка или суп? Вы че? Тушенка это ооо! Вот согласитесь, друзья, вот вы за что? За тушенку или за суп? А что бы вы выбрали? Ну-ка, напишите, напишите. Мне интересно голосование, статистика, друзья. Если честно, нас всех уже от нее в дрожь бросает. Нет, мы не про Олю. Мы про тушенку, естественно. Да как вы еще даже ее не ели? Вот-вот, вот-вот сейчас вот хотя бы нормально будет. Ну ладно. Не, мы сказали, что не будем кормить, поэтому ладно. Посмотрим, что будет. Хотите бесплатный совет? Пытаюсь заснуть, Сига. Всегда принимайте... Ага. Про вот эту нашу мебель. И у нас фонарика нет. Блин. Как так-то? Сейчас мы еще один раз попробуем, потому что я говорю, иногда рандомные вещи бывают. Так, день четвертый. Здесь тоже что-то интересное. А может быть и нет. Печка. Это мы... Да. Все, друзья. Ничего такого. Конец. Давай еще раз перезапустим. Блин, друзья. Я капец еще не проснулся вообще. Не проснулся, поэтому вот такое и бывает. Фонарик. Все, фонарь есть, друзья. Все. Итак, спасены. Ура. Мы спасены от неминуемой гибели. Ну что теперь? Сидеть здесь на протяжении дней, недель, месяцев, десятилетий. Ну, спасибо и на этом, что не были сварены вкрутую. Хорошо. Так. Кажется, мы знаем, как поступим. А давай наоборот. Наоборот сейчас мы сделаем. Угу. Сейчас посмотрим, что будет. Я думаю, он типа заболеет, да? День второй. Да, смотри, офигеть. Болеет. К несчастью, Костя заболел. Мы уж были подумать оставить эту штуковину. Как вдруг, как только мы отвлеклись, Костя проглотил ее. Мы очень за него испугались. Теперь Костя заболевший ребенок. Надеемся, аптечка ему поможет. Она у нас есть? Да, у нас она есть. Так, мы тут не открываем. Давай попробуем не открывать, что будет. Так сказать, демо-версию. По полной программе мы с вами посмотрим. Все осмотрим. Мы решили не открывать. Я кем не знакомиться. Так. Посмотрим. Тут ничего нового. Ошибок. О. Фонарь. Ну-ка, что изменится, друзья? Может, они что-то найдут? Или что-то... День четвертый. Что они там с фонариком? А, они игры всякие различные, теневые. И да, какое счастье, что есть было довольно весело светить им туда-сюда, так как нельзя предугадать, когда отключился свет в бункере. Что за досада? В конце концов, от скуки мы просто залезли под стол. И там нам все-таки удалось поиграть в театр теней. Вот, я про это говорю. И продолжалось это относительно недолго. Почему, спросите вы? Да потому что у нас слишком кривые руки, чтобы сделать хотя бы одну нормальную тень. И, увы, день прошел абсолютно впустую. И... И все. По-моему, друзья, и все. Да, конец. И там ничего нового, в принципе. Ну что ж, все равно спасибо огромной Славе Попову, то, что он... Вот серьезно, он вообще... Что какую-то проделанную работу такую глобальную сделал. Никто за это вообще... Вот вы можете поискать модификации для 60 секунд, не найдете. Не найдете, друзья. А тут хопа, и он запилил. И, притом, офигенную. И, может быть, и вы запилите что-нибудь. Так что все в ваших руках, друзья. Если вам понравилось, обязательно ставь лайкос. А на этом все. Бай-бай, дорогие друзья.